Вот знаете, меня что поражает? Как досконально люди относятся к покупке автомобиля с рук, то есть когда вы покупаете автомобиль, вы там либо на форумах полазаете, притащите с собой человека, который понимает в автомобилях, который там вот это все дело облазит, посмотрит, что, где, как, зачем, почему, где течет, где не течет, а сколько вообще еще машина проходит, то есть вот к этому. И как этой доскональности не хватает в покупке недвижимости? Я, конечно, говорю о документах, естественно, там все это досконально, но объект, сам объект недвижимости, у меня есть знакомые, которые покупали недвигу просто по телефону, то есть им риэлтор позвонил, говорит, вот, вот есть объект, вот, пожалуйста, вот смотрите, вот на видео им показал, и в итоге они взяли, перевели предоплату и купили этот объект недвижимости. И потом разбираются с косяками, которые обнаружились в этом объекте уже после покупки, после того, как они купили этот объект недвижимости. Ну, неужели нельзя, ребят, просто элементарно, ну, пригласите либо архитектора, либо человека из строительной сферы, профессионального строителя, который знает все эти тонкости, который вам укажет на эти косяки, которые по-любому есть в каждой недвижимости. Просто одни косяки, это, ну, такие легкие, там, их просто исправить, это очень дешево, это очень просто. А есть косяки, которые очень тяжело исправить, исправление которых будет вам стоить, ну, неимоверных денег. Приведу сейчас пример. Полгода назад звонит мне знакомый и говорит, слушай, я, говорит, хочу купить объект недвижимости, там ресторан 350 квадратов. Могут ли твои ребята заехать и посмотреть ресторан на тему того, сколько мне придется в него еще вложить дополнительно? Что говорил риэлтор? Риэлтор говорил, что, ну, вы там 1050 еще туда заложите и ресторан запустите, потому что ресторан, он был закрыт какое-то время, ну, то есть он в пандемию вроде как закрылся и больше не открывался, и там вот все вот как осталось, так и осталось. Наши ребята приехали посмотреть этот ресторан и начали все досконально изучать. Оказалось, что, во-первых, ресторан горел, во-вторых, во время пожара его очень сильно залили, что там все вообще сгнило нафиг, в-третьих, там нужно было вложить не 50 тысяч, а как минимум 500 тысяч, чтобы запустить этот ресторан, потому что вся техника, которая там была, она, так скажем, пришла в негодность. То есть первая реакция моего знакомого, когда он увидел отчет, который ему предоставили, это был, мягко говоря, шок, потому что, ну, ресторан с первого взгляда выглядел действительно нормально. То есть там ничего такого, знаете, вот чтобы сказать, что, о, блин, здесь нужно много вкладывать, ну, там не было, там, в принципе, было, ну, все достаточно чистенько, достаточно убрано, то есть там пыль была, ну, в принципе, ничего такого серьезного не было. Однако там было охренительное множество внутренних косяков, которые нужно было исправлять. Эти косяки были после пожара, и чтобы эти косяки исправить, чтобы ресторан обратно можно было запустить, нужно было весь вот этот вот прекрасный косметический ремонт, его нафиг снести. И что сделал в итоге мой приятель? Он смог договориться с хозяином ресторана, с предыдущим хозяином, сейчас уже он хозяин, о скидке в 500 тысяч евро. А представляете, если бы он просто риоктору поверил и не стал ничего проверять? То есть он просто бы купил этот объект недвижимости, а потом туда запустил ремонтную бригаду. Поэтому, ребят, если вы покупаете недвижимость, сначала проверьте ее на строительные косяки, потому что эти строительные недочеты, эти строительные косяки могут сэкономить ваш бюджет. А во-вторых, вы будете как минимум об этом знать, и вы будете готовы к тому, что вам придется потратить определенную сумму, чтобы эти косяки устранить.